К другим темам готовность почти 90% строительства школы. На улице Чернопрудная во Фрунзенском районе близится к завершению. Объект подрядчик должен сдать в конце июля. На площади в 5000 квадратных метров разместились 30 учебных кабинетов, мастерские, актовый зал, несколько спортивных залов, медицинский кабинет, библиотека, столовое помещение для административного и управленческого персонала. Сейчас завершается отделка внутренних помещений. У школы уже появился свой сайт и страница в соцсетях, где родители выбирают цвет будущей формы. Уже 1 сентября школа откроет двери для 750 своих первых учеников. Глубоустройство осталось, асфальтировка дорожек, планировка. Вот видите, мы снимаем лишний грунт здесь. Стадион доделать, там все площадки. Внутри там есть еще, у нас мы заканчиваем там укладку линолеума, двери ставим. Ждут все, чтобы школа была. Детские садики и темпы развития строительства в этом микрорайоне, они не снижаются. И поэтому даже не только эта школа, еще следующая школа тоже нужна на той стороне, для того, чтобы уравновесить вот весь этот, всю эту потребность, которая необходима для этого микрорайона. По поручению губернатора Дмитрия Миронова, работа по строительству образовательных учреждений будет продолжена. Уже сейчас ведется проектирование новой школы в Рыбинском районе. Должно начаться строительство еще нескольких школ и в Ярославле. В этом году у нас начнется строительство школы в Ощажниково, в Борисоглевском районе. И, соответственно, в следующем году она будет введена в эксплуатацию. В Ярославле еще будут строиться. У нас сейчас проектируются две школы на Большой Федоровской, на Пашуковской улице. Мы надеемся, что в том числе на улице Пашуковской уже аукционные процедуры объявлены. И в ближайшее время у нас уже появится победитель, который тоже приступит в текущем году к строительству этой школы. Продолжение следует...